Здесь работают с детьми из неблагополучных семей. Заместитель премьер-министра с удовольствием пообщался и поиграл с ребятами. Подумай, подумай, куда, не спеши. Ты все доску хорошо посмотри. Нет. Ну можно и так пойти, давай. А почему дальше не идешь? На этот раз победила дружба. Василь Шейхразиев успехи сотрудников Балкаша оценил высоко. Но несмотря на то, что педагоги ведут активную и планомерную работу, проблемы есть. К примеру, сейчас среди воспитанников Балкаша все чаще встречаются гиперактивные дети. А еще у ребят страдает нравственное воспитание. Все это, говорят специалисты, исправимо. Главное, чтобы и родители тоже шли навстречу педагогам и стремились помочь своим детям. Вот за прошлый год мы посмотрели 3600 детей. Из них, к сожалению, 72% имеют патологию в развитии. Директор Центра диагностики и консультирования рассказывает заместителю премьер-министра о результатах проводимой работы. Цифры неутешительные. Родителям и педагогам есть над чем работать. Василь Шейхразиев подчеркнул, начинать правильно воспитывать своих детей нужно еще до момента зачатия. Сын родился. Научите меня, пожалуйста, правильно его воспитывать. А психолог говорит, извините, вы на 9 месяцев опоздают. Гостей провели по кабинетам центра. Уникальные методики развития и воспитания по-настоящему удивили присутствующих. Почти все занятия строятся на ассоциативном мышлении. Внутренний мир детей педагоги познают при помощи игрушек и рисунков. Побывал Василь Шейхразиев и в обновленном кадетском корпусе. Посмотрел на условия питания кадетов, посетил комнату психологической разгрузки, оценил местных спортсменов. Вообще все направления, по которым сейчас воспитывают кадетов, вызвали у гостей неподдельный восторг. Педагоги и воспитатели нацелены на то, чтобы вырастить из этих ребят конкурентоспособных и образованных людей. По многим позициям город Нижнекамск является лидером в Республике Татарстан, да и в Российской Федерации. И в части воспитательного процесса перевоспитания есть очень многому научиться Нижнекамске. И поэтому сегодня республиканская комиссия полным составом находится в городе Нижнекамск. Сейчас, по мнению Василия Шейхразиева, главной задачей приглашенных в наш город гостей со всей республики является как можно скорее перенять опыт наших педагогов и применить его на практике. Для того, чтобы тот путь, который Нижнекамск проходил многие годы, соседние муниципальные образования смогли пройти быстрее и безболезненнее. Далее все те, кому не безразлично судьба детей, переместились сюда, в оздоровительный лагерь «Чайка». Главная задача – обсудить все проблемы, которые встречаются в процессе воспитания подрастающего поколения. Пленарное заседание началось со слов благодарности Василия Шейхразиева в адрес педагогов и руководителей Нижнекамска. Что мы сегодня увидели, конечно, в Нижнекамском муниципальном районе, хочется сказать, что в самом деле это очень похвально. И наша задача, уважаемые коллеги, вот увидев передовое в сравнении с своими, конечно, постараться его как можно быстрее внедрять у себя. Тем самым мы сможем сделать каждое муниципальное образование достойным, значит, сможем сделать сильным наш Татарстан и нашу Россию. Правда, несмотря на все успехи, отметил мэр города, расслабляться не стоит. Тема семейного воспитания – одна из приоритетных, потому работать всегда есть над чем. К сожалению, есть серьезные угрозы, есть серьезные вызовы, над которыми нам надо предметно и последовательно, системно работать. Прокурор Нижнекамского района подробнее рассказал о проблемах семейного воспитания, а также поведении детей и подростков на примере нашего города и республики в целом. Прежде всего, затронули тему суицидов. Отмечу, что за 9 месяцев этого года в республике Татарстан среди несовершеннолетних произошло 15 случаев суицида и 37 покушений. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, горе близких, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. Это недоработка всех нас. Не могли не вспомнить и о недавнем случае в Нижнекамске повесился 10-летний мальчик. Отметили и то, что за случившееся ответственность несут не только родители, но и надзорные органы. Трудных детей нужно незамедлительно брать под особую опеку. Вообще, проблемы семейного воспитания сегодня носят разный характер. К примеру, за последние 9 месяцев в республике известно более 30 случаев, когда женщины из религиозных побуждений рожают дома без медицинского сопровождения. Этой проблемой, как и другими, на заседание тоже решили заниматься вплотную. Екатерина Разина, Максим Липин, Новости НТР. Внимание!